поехали всем привет сегодня будет такое разноплановое видео я сегодня кручусь как белка в колесе я уже сделал колбасу испекла вкуснейший батон вообще обалденный просто балдин очень вкусно на меду сейчас мы едем за коровами заодно посмотрите как живут жили китайцы там давно все разъехали степлица брошенная стоит вы сами видите что здесь все брошенный развал полный между прочим это тандыр посмотрите из красного огнеупорного кирпича глиной с аманом обмазан сверху но я говорю что тандыр ой а он такой его построили на даже не не пользоваться короче интересно осмотрится как будто пользоваться смотрите а нет мы не пользовались интересно я почему говорю вы видите что кирпичей вообще даже не испачкали теплица с помидорами брошенными вот так помидоры растут видели не видели два ряда ну конечно морозов столько было говорит помидоры шарахнуты конечно шарахнуты вот так выше человеческого роста были в принципе сейчас так стоят к вечеру я начала прясть заказ но это к вечеру на самом деле целый день у меня был занят тем что я делала батон делал колбасные заготовки на колбаску которую я буду делать завтра вы знаете я хочу сказать когда осваиваешь новые дела приходится тяжело это пух у меня можно сказать отлетает а вот по поводу колбасы для того же самого красивого хлеба я делаю ударение на слово красивая но это знает чтобы этого добиться это нужно приложить я бы сказала значительный усилий во всяком случае я это чувствую потому что казалось бы казалось бы вот когда моя дочь устраивалась училища там есть такой классный мужик преподаватель он говорит если ты в теории как ты все знаешь это еще пол дела надо чтобы твои руки воспроизвели то что знают твои мозги я считаю что он прав абсолютно потому что память рук это конечно большое дело вот вы видите я сейчас села и спокойно начала прясть хотя некоторое время назад несколько дней назад я вам делала видео и вы видели что у меня не получалось то есть понимаете казалось бы все то же самое в мозгах одно и то же но нет навыка нет навыка нет навыка рук поэтому болтать как бы болтологические всякие видосы во всяком случае для меня делать никакого труда не составляет и когда я сажусь прясть меня все время тянет поговорить вот честно говоря у меня сейчас пока нет никаких идей по этому поводу поэтому пока посмотрите что происходит в китайских теплицах посмотрите как живут рабочие вернее как жили потому что сейчас на самом деле никого нет все давно разъехались именно поэтому я смогла спокойно туда зайти и заснять то есть там вообще все брошено но посмотрите заодно увидите что такое саманное строение я решила вам снять саманную постройку вот пожалуйста я здесь первый раз вот это нары такое чувство что под ними трубы должны идти теплые почему-то мне так кажется видите несколько комнат это так живут рабочие вот пожалуйста глиняная постройка хочу нормально стены глина оштукатурена все хорошо это сейчас все заброшено заброшенный не используется или просто помост на кровать интересно мне здесь должна быть печка вот по моим понятиям счет здесь ну я же говорю вам вам видите ходы в общем да вот это вот все обогревался это здесь либо рассада может быть стояла может быть люди спали видите какая догадливая вот смотрите толщина стен полметра никак не меньше я же еще раз говорю тут верандочка здесь все заброшено лавочки так далее давно уже здесь никого нет судя по всему вот здесь мы только что были вот здесь хорошо видно толщину стен видите стоит и будет стоять еще 100 лет здесь вот их саман такой не слишком хотя вот ведь крош но штукатурен и ничего так держится но видно что земля если есть такая глина жирная вообще как камень друзья ну-ка смотрели что скажете вот да в таких землянках в таких саманных хатах живут рабочие причем знаете вот чтобы такое возвести это самый дешевый вариант потому что земли и глины у нас с избытком пленка сами понимаете там на парниках там даже столбы это те столбы из которых строит парники ну может быть отход а может быть просто то есть лес они покупают для строительства ну и часть вот этих вот бревен общем используют для строительства жилья для рабочих там видели вот такую углубление где землянка это все от того что там тепло понимаете землянки раньше не зря копали потому что земля хорошо держит теплом вот погреба у нас там не мерзнет ни закрутка ничего ну понятно да понятно почему потому что у стен как бы нет внешней стороны только внутренние а пока вы смотрели а я пряла меня посетила следующая мысль я вдруг поняла что я не хочу находиться в обществе тех людей которым ничего не нужно правда но это затягивает как болото когда человеку уже ничего не нужно становится очень скучно когда ему не к чему стремиться тогда он уже можно сказать доживает свои свой век до стеряет интерес в жизни весь его интерес это вот проваляться там посмотреть бездумно телевизор потому что от наших телепередач по моему вообще ни одной мысли в голове даже как которые были путные они куда-то уходят вот и я вдруг поняла что я не хочу мне скучно среди тех кому ничего не надо я в своей группе фаберлик сегодня в отца пускай группе написала как хорошо я смотрю люди которые туда подписываются в общем они возраста 65 даже есть есть моложе под 40 то есть вот может быть сейчас многим непонятно чего это я вдруг так то фаберлик это не для вас это вот не для вас кто смотрит мой канал давно который знает меня давным-давно и общем их интересует вот это коровье тема сельскохозяйственной темы это не для вас я хочу я прекрасно я прекрасно понимаю что у вас вот эти вот крема и ничего такого это не интересует но есть другая категория людей которые этим интересуются в основном конечно это люди помоложе вот и мне хочется поменять немного интерес в жизни именно поэтому фаберлик на моем канале будет это приток новой крови на канал то есть по тегам по названию видео будут приходить те люди у которых есть интерес в жизни кроме вот этого сельскохозяйственного кроме гляда кроме коров я хочу чтобы у меня были такие комментаторы и еще именно и поэтому именно поэтому фаберлик будет не глядь на то чтобы им заниматься выгодно при нужном подходе он еще дает новую кровь для канала взять у меня заказов на пух выше крыша я очередь не создаю но если ее создать будет такая довольно неплохая очередь факт тут что мне некогда но зато я обнаружил хоть моя чесальная машина работает через пень колода очень раз в пяти лет оказывается у нас в хуторе есть женщина я ее прекрасно знаю у которой тоже есть чесальная машина она чешет пух на заказ только она у нее сейчас тоже не работает потому что ее нужно чистить чесальные машины забиваются вот как у нас скорее всего она у нас забилась ее нужно разбирать а холодно и не охота и вот она чистит 260 рублей килограмм мне чем разбирать свою я лучше отдала эти деньги чтобы мне почесали и прясть конечно чесный на машине пух одно удовольствие это лучше чем ручное чесание понимаете там сама вот эта пасма она большая такая объемная есть откуда выдрать волокна пуха в общем конечно мне чесальная машина нравится гораздо больше и вот такой тонкий пух я поняла что вот такой однолитки понимаете покупать выгоднее казалось бы он тоненький на варежке всего нужно 30 грамм у меня ушло 30 грамм пуха это же очень мало тем не менее они теплые именно из-за того что это что у нас здесь я слышала что в башкирии 30 градусов сегодня 30 градусов мороза в башкирии не может быть а точно я видела на youtube кто-то выложил что у них 30 градусов представляете даже холодно это вообще зима мороз мы одну стену уже заделали ведь прям практически полностью прям полностью а это все из бы больше нету да есть еще хватит нам на стену так там обрезки уже целый стояга вот когда мы здесь сделаем все хорошо возможно у меня здесь будет колбаска висеть а чё здорово мне нравится прям похоже колбаса висеть просто так или коптится ну может и коптится копченку думала коптильню надо купить коптильня знаешь сколько стоит не надо мне самодельно я над ней стоять не собираюсь нет я хочу я хочу автоматическую а температуру кто там выдерживать будет один раз одну штучку попробуй не буду ничего не надо вон у меня стоит маленькая моя коптильня иди коптись с моим мужем поговоришь как меду ты понимаешь они там с терморегуляторами ты туда заправил мясо либо колбасу и она коптится само а на всех самодельных надо горение поддерживать и неизвестно что там будет зачем я буду ходить я не буду ходить не я даже близко не подойду нет ни 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 нет и ты не подойдешь все пошла они думают что коптить это очень просто он говорит мы когда кого-нибудь заварим для кишки я туда колбасы набью и сам лично закопчу знаете вот эти вот люди которые ну не знают современных технологий у них же что лишь бы дымом их обдуло то есть те продукты которые повесить в эту коптильню положить либо как не за коптят на то что там нужно щуп вставлять и соблюдать температуру чтобы колбаса не было сухая то есть колбаса это не котлета вот да и до них это моим этих знаний просто не имеют и кажется им что это все так просто вот раньше в бочку за это самое завесил мясо развел где-то костер и вообще на у тебя потихоньку коптит да я согласна можно так накоптить но понимаете для этого нужен опыт для этого нужен опыт ты должен знать какая длина трубы и так далее когда мы строили вот эту русскую печь он тоже сделал вот здесь у нас в трубе вообще висят такие вернее сделаны такие вот прутья на которых можно повесить сало я один раз повесил туда сало как начала она у меня там печься от этого горячего дыма как начала она у меня капать в общем я поняла понимаете что сейчас все таки жизнь современной нужно пользоваться современными технологиями типа как моя духовка не глядя на то что похоже на мне пришкварила батон снизу я прям даже не знаю в чем секрет зачем она мне это сделала когда тесто полежит 10-15 минут его гораздо легче потом распределить вот такую лепешку она становится мягким набухает сделать это гораздо проще нужно размять его так стороны стараться чтобы она по толщине было одинаковая и свернуть рулетиком этот рулетик будет нашим батоном вот так немного натягивая оставляем на расстойку и в общем вот так теперь выглядит мой батон но все бы ничего все хорошо бог подорвался мясо простояло 3-4 дня в холодильнике я сейчас буду резать такими тонкими пластинками затем отбивать а часть мяса прокручу через мясорубку я специально взяла вот такую доску которую не сильно жалко когда по ней будут стучать ножи нарезаем мясо вот такими тонкими пластинками для того чтобы мясо не успел нагреться я буду делать это порции чтобы не скучало положу под доску перемешиваем нужно чтобы температура не поднялась выше 10 градусов 12 это потолок поэтому я сейчас перемешаю поставлю охладить тем временем приготовлю очень холодную воду подмороженную и добавлю сюда немного белого вина ваш я поставлю подмораживать в морозилку чтобы это было быстро и хорошо просто для того чтобы он остыл через 15 минут мой фарш охладился вода также охладилась я насыпаю сюда специи воды я взяла 20 процентов почти 20 процентов от вес фарша перчатка от коронавируса сейчас по-моему такие есть в каждом доме очень я это просто перемешаю соль здесь у нас уже есть я солила 20 грамм на килограмм фарша нитритная пополам с обычной солью и все теперь перемешаю и поставлю фарш часа на два в холодильник а затем прибой буду набивать кишку я набивать не буду потому что у меня нет шприца я мучиться не хочу последний раз когда я делала колбасу каких-то приспособлений я не пробовала в общем мне не понравилось я ее сделала в обычной пленке пищевой в обычной пленке пищевой это просто хорошо и поэтому я так и сделаю с этой колбасой который у меня сейчас в будущей колбасой я поступлю точно так же дело в том что у меня сейчас занят тестомес я бы конечно отправила это в тестомесе и не мучилась но в тестомесе у меня сейчас стоит бакон поэтому таким образом а очень холодное мясо нам нужно разместить его до образования нитей здесь явно еще не 10 градусов тепла потому что руки застыли он уже более похож на однородную массу друзья месси еле привыкли у меня руки или фарш все-таки чуть-чуть нагрелся поэтому прекращаем и ставим в холодильник на полтора часа чтобы мясо пропиталось специи пока у меня надувается батон я хочу накатать колбасок я делала их в пленке в прошлый раз я делала их в пленке но я засиделась за компьютером я про них забыл то есть поставил в духовку их уже готовится и забыл у меня получилось в принципе в духовке вареная котлета мы съели ее вместо колбасы благо что для меня это как бы не особо важно не проблемно вот такой случай случился у меня прям недавно с этой колбасой я хочу чтобы все таки такого не произошло холодненькая она конечно я буду набивать ее в пленку для того чтобы это удобнее сделать я приспособилась отбивать ее как в котлет понимаете она становится все таки однородной и легче распределяется по пленке пока я не куплю себе шприц я не хочу возиться мне неудобно с ручной набивкой вот у меня получилась вот такая одна большая узкая котлета колбасная котлета в кухне в летней я вот таким образом заворачиваю ее в пленку вот так вот заворачиваю в несколько слоев потом начну здесь придавать ей форму чтобы она была покруглее и поплотнее в ней в пленке точно так же можно выгнать из колбасы воздух так то есть вот сюда сгоняем ее к краям пленка между собой склеилась вот таким образом вот такие колбаски вот так вот так и вот так вот так съеживается, когда касается бурдрушки. И нужно стараться, чтобы колбаски были одинаковой толщины. Потому что термометр мы вставим только в одну колбаску. И на ней будем ориентироваться. Но сегодня готовить мы их не будем, потому что я их сейчас положу в холодильник для того, чтобы они там отвиселись. Их, в принципе, можно точно так же завязать кончики и подвесить. Они будут висеть свободно. Если есть куда повесить, то можно и повесить. У одной колбаски я кончик завязывать не буду, потому что я, когда буду ее варить, я поставлю туда термометр. Внутрь колбаски засуну щуп термометра. Конечно, в такой оболочке, в пленке, ее нужно только варить. Либо делать в духовке. И о каком копчении здесь не может идти речь. Клобаса моя будет висеть до завтра вот здесь, в сыроварне. Здесь, потому что есть, вот видите, два таких крючочка, на которые я вешаю творог. Здесь прохладно, она здесь никому не будет мешаться. Никому лезть в глаза тоже не будет. Ну и вот так. А завтра будем ее варить. И, в общем, мне нужно сделать еще два дела. Вот у меня есть кофточка такая. Я ее вообще вязала на заказ. Но, честно говоря, я, конечно, не ожидала, что вязальщица возьмет такие нитки. А нитки синтетика, галимая синтетика. И, в общем, я здорово за нее отдала, но она вообще не носится, она вообще не смотрится. И, кроме того, швы на растяжке вот здесь, руках реглан. В общем, в процессе носки они просто-напросто порвались. Понимаете, кофта растягивается, а швы, которые там были, они порвались. И вот я подобрала более-менее подходящие нитки. У меня остались вот мои вязальные машины. И хочу сейчас пришить рукава так, как они положены. Я же не могу ходить с дырами. А после этого буду паковать заказы. Вот здесь у меня пух. Он, в принципе, уже весь рассоркирован. Купленные коробки, купленные пакеты. И поеду на почту отправлять. Мне главное не забыть про батон. Друзья, ведь он, наверное, уже испекся. Батон, наверное, уже испекся. Пойду я выключу духовку. А батон у меня все-таки получился. Сейчас он остынет. И я вам покажу. И мне нужно разложить. Вы видите, вот у меня пакеты, коробки. И мне нужно разложить пух, так, как это нужно сделать. В общем, я отправляю все, что у меня было напрягено. А именно, смотрите, здесь у нас клубочки на нитку. Здесь у нас чистый пух, без нитки. Здесь у нас также клубочки. Белые. Это все идет в разные, по разным местам, разным людям. Ну и хорошо, что вы дома все время сидите на удаленке. Я ничего прости не говорю. То есть 20-го тебе в городе уже надо быть. Варежку еще не привезти. В халате, в кармане. Так что вот, друзья, в общем, о постановлении губернатора Волгоградской области я читала, что, в общем, родители должны последить за тем, чтобы дети не шарахались по торговым центрам, центрам подростки. В общем, чтобы все сидели по домам. И школы закрываются на карантине. Я почему знаю? Потому что у нас еще родители в нашей местной школе возмущались, почему в Волгоградской школе на карантине, а наши нет. Ну вот как-то так. В общем, вот, да, я начала за варежку. Вот, в общем, вот эта варежка сюда ушла всего-навсего 30 грамм вот такой тонкой нити. Я ее смешивала вот с такой нитью для машинного вязания, только другим цветом, серая. Но и вы сами знаете, когда вяжешь на тонких спицах вот такую тоненькую нить, то по весу, конечно, сырья уходит меньше. Давай мне другую варежку. Я их не знаю, кушить, не кушить. В общем, кушить я не стала. Диана, наверное, никогда от меня не дождется ни варежек, ни меда. Мы то права делаем, то мне некогда. Понимаете, мне выбраться из деревни в райцентр для того, чтобы все это отправить. Но это проблема века на самом деле. Правда-правда. У нас то одно, то другое, то пятое, то десятое. И вот всего-навсего 30 грамм. Но сейчас я сюда приду и буду прясть. Потому что я взяла небольшой заказик на на пух без нити основы. В общем, вот так, прядины. Такие дела, друзья. Коров я вам сегодня показывать не буду. Кос я вам сегодня показывать не буду. На улице холодно. Мне вообще тут не охота выходить. Честно говоря, время у нас, хоть я и говорю, все можно делать с утра, но вот сегодня с утра не успела. Время у нас уже четвертый час, а четвертый час, это уже, это в общем, уже можно сказать, что день прошел. Мне только вот по компьютеру отправить посылки. То есть я их отправляю из дома, онлайн, а потом прихожу на почту и просто отдаю без очереди. Потому что выстаивать очередь на нашей почте, ну я не знаю, это никаких сил не хватит и никакого терпения. Сейчас мы еще посмотрим на батон и я с вами попрощаюсь.